Белгородские водители встретили на дорогах ангелов. Эту роль взяли на себя студенты Белгородского индустриального колледжа. Что таким образом хотели сказать молодые люди и почему раздавали георгиевские ленточки, выяснила Дарья Маслова. Увидев на дороге молодых людей с белоснежными крыльями, водители сначала не верили глазам, затем притормаживали, а после подъезжали ближе, чтобы узнать, откуда на улице Мичурина появились ангелы. Говорят, какие красивые ангелы. Что же вы здесь делаете и что это за акция у вас проходит? Естественно, мы отвечаем девизам наших ангелов. Наши деды воевали не для того, чтобы мы погибали на дорогах. Водители сразу понимают, что наша акция направлена именно на то, чтобы привлечь внимание к безопасности на дорогах. И с благодарностью берут наши ленточки и вот такие замечательные стикеры. Божественные посланники, студенты индустриального колледжа. Сегодня они символизируют души тех, кто погиб в дорожных происшествиях, а их немало. В 2012 году в Белгороде было зарегистрировано 4 смерти в ДТП. За неполный 2013-й уже 5 трагических случаев. Акция прошла под девизом «Наши деды воевали не для того, чтобы мы погибали». Организаторы приурочили ее к Дню Великой Победы. В статистике есть такое слово «ранено». Не должно быть в мирное время ранено. А для этого, конечно, должны быть уверенные в себе водители, грамотные и аккуратно ездить по дорогам нашего города, чтобы люди не гибли под машинами. Вместе с ангелами георгиевские ленточки и значки «Не обгоняй и пропускай пешеходов» раздавали студенты, переодетые в солдатов Великой Отечественной. «Помните, наши деды воевали не для того, чтобы мы погибали на дорогах. Держите. Будьте аккуратны на дорогах, счастливого пути». За всем происходящим наблюдал реальный участник событий тех давних лет гвардии полковник Николай Андреевич Зинченко. «Берите пример с меня. У меня 45 лет водительский страж. Я никогда не имел замечаний, ни одного замечания не было. Наоборот, у меня еще какая-то награда в советской власти». Все водители, которые получили сегодня ленточки, пообещали помнить подвиги героического поколения и соблюдать правила дорожного движения. В госавтоинспекции надеются, что цифры в статистике изменятся в лучшую сторону. Ведь не могут же водители обмануть ангелов. Дарья Маслова, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.